В эфире телеканал ОТС программа экстренный вызов. В студии работает Мария Никитина. Здравствуйте. В Бердске спустя два месяца задержали и взяли под стражу подозреваемого в покушении на убийство. Инцидент случился в полночь 8 апреля у входа в армянское кафе Хашлаваш на улице Ленина. По версии следствия, злоумышленник дважды выстрелил в голову из травматического пистолета легионеру местной команды по рэкболу. Спортсмен выжил благодаря своевременной госпитализации и оперативно оказанной помощи врачей. Его обидчика Даниила Васильева обвинили в совершении особо тяжкого преступления и отправили в СИЗО. Пока до 9 июля. За расправу над сожительницей готовится предстать перед Фемидой и 45-летний житель Новосибирска. СК закончил следствие, а прокуратура уже утвердила обвинительное заключение. В марте этого года мужчина распивал спиртное со своей 60-летней сожительницей. Во время застолья возник конфликт. Злоумышленник вооружился бутылкой водки и нанес жертве 59 ударов. Когда тара разбилась, душегуб добивал потерпевшую кулаками и ногами. От полученных телесных повреждений пенсионерка скончалась до приезда скорой. За убийство фигуранту грозит 15 лет колонии. Уголовное дело рассмотрит Ленинский районный суд. А житель Октябрьского района города уже выслушал приговор за то, что нанес матери своей возлюбленной 24 удара кулаками и несколько раз пырнул ножом. В ночь на 23 января 57-летний мужчина коротал время в компании сожительницы и тещи. В какой-то момент алкогольная вечеринка переросла в стычку на бытовой почве по незначительному поводу. Подвыпивший агрессор набросился на потерпевшую. Судили его по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть человека». Суд приговорил виновного к 8,5 годам колонии строгого режима. Следственный комитет Новосибирской области возбудил уголовное дело по факту жестокого избиения ветерана Великой Отечественной войны в частном пансионате. Скандал подняли близкие, решившие забрать пенсионера домой. Пожилой мужчина еле стоял на ногах, был крайне истощен и с гематомами по всему телу. Когда историю предали огласки, появились новые жертвы работников этого социально опасного учреждения. Его отправляли учиться в военное училище, но он до него не доехал. Они попали под бомбежку. Потом кем войска и всю войну в этих войсках отслужил. Месяца 4 назад я заметила, что у него ухудшилось состояние, но в плане психики. Я начала смотреть в интернете и наткнулась на этот пансионат. Дочь Ивана Лорионова, говорит, была уверена, что папа в надежных руках. У пожилого человека начала развиваться деменция и оставлять его одного было опасно. А в пансионате ей пообещали не только круглосуточный уход, но и медицинское сопровождение. В соседях по палате милейший старичок. Нина Кувшинова заплатила деньги и подписала договор с некой фирмой «Гармония». Буквально через месяц, ближе к ночи, в квартире женщины раздался тревожный звонок. Позвонила сиделка и говорит, забирайте отца немедленно, если хотите, чтобы он остался жив. Я с самого утра помчалась туда. И когда я его увидела, вы знаете, у меня начался приступ стенокардии. У меня никогда не было таких приступов. Обросший, худой одежды. У него не было никаких нижней одежды вообще не было. Он сидел в памперсах, а сверху какая-то майка. Вот ее бы на помойку выбросить никто бы не подобрал. Придя в себя, пожилой человек сказал, что над ним издевались двое крепких парней. Санитары, подумала Нина. Но руководство пансионата уверяло, зверство учинил тот самый безобидный сосед по палате. Здравствуйте. Стоп, стоп. Стоит. Пансионат на Инской 39 держит глухую оборону. С журналистами общаться не желают. Оно и понятно. Как только эту некрасивую историю придали огласке, заговорили родные других, постояльцев и бывшие сотрудники. Фрукты ничего не давалось, оказывается. Ну как я буду, я сиделка, и как я буду контролировать и спрашивать, почему ничего не покупается. Действительно, вот одна курица, одна курица на 47 человек варится, с половиной мяса крошится в суп, а с половиной курицы с покупной второе готовится. Как это можно было, да? Следственными органами Следственного комитета России по Новосибирской области возбуждено уголовное дело по факту ненадлежащего оказания услуг пожилому мужчине по признакам преступления, предусмотренного частью первой статьи 238 Уголовного кодекса Российской Федерации. В настоящее время следователям Следственного комитета произведен осмотр в помещении дома для престарелых, следствием ведется сбор и закрепление доказательств по уголовному делу, устанавливаются обстоятельства произошедшего, а также проверяются сведения и о других нарушениях прав постояльца. Ветеран вооруженных сил Николай Дудин скончался в этом доме престарелых. Попал он туда волею собственной дочери. И сейчас его сын пытается привлечь к ответственности не только работников соцучреждения, но и членов семьи. Он уверяет, родственники не спросили его согласия, тайком сбагрили отца. Я поехал туда, а меня сначала не хотели опускать, потому что для проживания отца моей сестрой был запрещен договор, внесены деньги за два месяца вперед, и меня в договоре нет. Я предложил, что я вызову полицию, тогда меня запустили. Но сказать, что я был шокирован, это ничего не сказать, потому что я, в общем-то, наслышал, что подобные заведения не обладают какими-то серьезными удобствами, но увидеть вот такое для меня, конечно, было большим таким шоковым состоянием. Постучавшись в закрытые новосибирские двери, Евгений поехал в Кемерово. Оказалось, что сестра заключила договор с фирмой, которая зарегистрирована на Кузбассе. Вот то самое здание. Старожилы уверяют, корпус бросили достраивать лет 10 назад. А Дудин не единственный, разыскивающий по этому адресу пресловутую гармонию. У меня сейчас две задачи. Первая задача – это разобраться с вот этим пансионатом. То есть я предполагаю, что отсюда просто не оказали помощь. Причина смерти – сердечный приступ. Медика у них в штате нет. Там всего на 50 стариков два человека отслуживающего персонала. Второй вопрос – это у меня скорее вопрос этического порядка. Я хочу, чтобы прокурор дал оценку действиям моих родственников. Насколько они были правы, когда, находясь дома, три взрослых человека решают, что им начинает мешать старик и отправляют его в такой дом для пенсионеров. Причем отправляют его за его же счет. То есть они просто снимали пенсию отца и этой пенсии оплачивали его проживание там. Мало того, это квартиры его. И они сейчас уже открыли наследственное дело. Двух недель не прошло. Нашли мы еще одну родственницу, у которой есть вопросы к руководству пансионата. Женщина живет в Калининграде. В Новосибирске осталась бабушка. На семейном совете решили поселить ее в том злополучном заведении. Реклама гласила – европейские условия класса люкс. Когда пенсионерка перестала выходить на связь, внучка оборвала телефоны. А старушка все эти две недели лежала в морге. Забрали паспорт у гражданки Вьетнама и потребовали 250 тысяч за возврат. Новосибирские капитана полиции не стали лишать свободы за мошенничество. Виктор Лунев работал в подразделении иммиграционного контроля. И как следует из материалов дела, в феврале вместе с заместителем руководителя одного из отделов управления по вопросам миграции вымолокал у иностранки четверть миллиона рублей. За незаконное денежное вознаграждение обещал не привлекать приезжую к административной ответственности за якобы допущенные нарушения. После того, как офицер получил от потерпевшей первый транш в 70 тысяч, его задержали сотрудники ФСБ. Вину Лунев полностью признал и отделался двумя годами условно. Дело его начальника еще рассматривает Октябрьский районный суд. Он, в отличие от подчиненного, пошел в отказ. В Новосибирске полицейские провели рейд «Нелегальный мигрант». Сюжет о его итогах подготовили наши коллеги из пресс-службы областного главка МВД. 14 июня сотрудники главного управления МВД России по Новосибирской области с привлечением спецподразделения Росгвардии провели оперативно-профилактическое мероприятие, направленное на выявление и пресечение фактов нарушения миграционного законодательства. В местах массовой концентрации трудовой деятельности иностранных граждан на улице Хилокской в Кировском районе полицейские проверили более 550 граждан ближнего зарубежья, 26 из которых были доставлены в полицию для дальнейшего разбирательства. По результатам проверок сотрудниками полиции собрано 13 материалов за нарушение иностранными гражданами правил въезда либо режима проживания-пребывания в Российской Федерации, а также сотрудниками ГИБДД вынесено 14 постановлений по административным правонарушениям за нарушение правил дорожного движения. В специальный приемник помещено 13 иностранных граждан, в отношении которых осуществляется сбор материалов с целью дальнейшего выдворения за пределы России. Все иностранные граждане были проверены на предмет нахождения в розыске по подозрению в совершении преступлений. На этом пока все. В студии работала Мария Никитина. Берегите себя. До встречи на ОТС.